Высотки ломают фактически вручную. За отбойным молотком сразу следуют удары кувалда. И так самоболки превращают в руины. Суд постановил снести постройку в октябре 2015. Работы по демонтажу начались здесь 1 августа. Сегодня строители уже обрушили остатки кровли. Но главное в этом деле не скорость, а техника безопасности. Причем не только строителей, но и жителей окрестных домов. Демонтировать кровлю неудобно. Здесь кругом люди находятся. Когда срываем кровлю, все летит, ветер, высотность большая. Все летит к соседям. То есть соседи жалуются. Мы стараемся обходить эти все острые углы. Собираем все. Окна, двери, металлические и стеклянные конструкции уже демонтированы. В обход несущих стен сейчас ломают перегородки. И так продолжится до третьего этажа. Только тогда на стройку зайдет тяжелая техника. Когда в дело запустят гидромолот, будет очень шумно. Соседи редко относятся с пониманием к такой бурной деятельности. Чтобы избежать волнений, на участке трудятся с 9 до 20 часов. А днем устраивают перерыв на несколько часов, чтобы дети и пенсионеры могли отдохнуть от грохота. Получается так, что когда дом строится, они не жалуются, не обращают на это внимания. Только мы начинаем снос незаконных построек, начинается сразу многочисленное возмущение, жалобы и так далее. Мы от лица администрации, от лица строителей, конечно, извиняемся за причиненные неудобства. Стараемся минимизировать все шумовые и погрязи потери. Колоссальные потери несет и сам застройщик. Все расходы по сносу в судебном порядке он также берет на себя. Десятки миллионов превращаются в гигантские груды отходов. Несоблюдение этажности, выход за границу участка, отсутствие пожарных норм, ливневок. Нарушений, как правило, целый букет. По инициативе администрации курорта в начале лета уже демонтировали подобный многоэтажный объект в Меретинской низменности. Под снос пошла шестиэтажка. Самоволка находилась в так называемой Олимпийской зоне. А там, согласно указу президента, действуют особые правила землепользования и застройки. От действий застройщиков в аналогичных случаях всегда страдают люди, приобретающие недостроенные квартиры в злополучных домах. Власть рекомендует покупателям при выявлении нарушений строительства, будь то сроки или технические условия, незамедлительно обращаться в правоохранительные органы. Это станет основанием для возбуждения уголовных дел по статьям мошенничества и самоуправства. А застройщик, сознательно идущий на преступление, не избежит наказания. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.